Так, всё, я готова, запись включила. Всем добрый день, с вами Лилия Донскова. У нас сегодня будет семинар состоять из двух частей, взаимосвязанных между собой, потому что наша какая с вами, ребят, цель основная? Это рекрутинг и поддержание активности всей команды. Потому что если только рекрутировать, но команда будет дохленькая, разваливаться, то, конечно же, этот рекрутинг будет бесполезное занятие. То есть как будто бы вы в ведро с дырявым дном наливаете воду. То есть вы наливаете, наливаете с энтузиазмом, а она всё вытекает, вытекает. Поэтому нужно золотать дно, сделать ведро целым, чтобы оно только наполнялось качественной, хорошей водичкой. Итак, ребят, смотрите, у вас есть команда. У многих один человек, у кого-то 100 человек, у кого-то 200. И вот чтобы работать с командой, ребят, вам нужно с ними уметь разговаривать. То есть многие почему не звонят людям? По одной простой причине. Просто я не знаю, как начать разговор. А что я скажу? А как я его завершу? А что обо мне подумают? Да, вот какие-то страхи, непонятки, они останавливают нас на месте. Итак, смотрите, первое, что вы должны сделать, это поставить цель звонка и подготовиться. С каждым разом вам будет всё проще и проще это делать. То есть вы уже потом будете бегло просто просматривать распечатку и знать уже, что кому вы будете говорить. Далее, приветствие, представление, уточнение по времени, вопрос по цели звонка, разъяснение, опять уточнение и договоренность. Сейчас разберём поподробнее. Вот этот слайд себе сфотографируйте. Это как инструкция, план, план звонка. То есть если у вас перед глазами есть план, то вы сможете любую тему провернуть на ура. Правильно? Первое. Цель звонка – подготовка. То есть вам нужно собрать информацию о человеке. То есть кто это? И что у него висит на кону? Какая ситуация? Например, если это новичок, с ним всё понятно, мы с новичком будем знакомиться и говорить о его целях прихода в команду, в компанию, в наш проект, о его запросах, вообще, что за человек. То есть мы будем собирать о нём информацию. Если это уже не новичок, то есть мы смотрим, может быть у него терминация. Или это человек спящий, уже более трёх каталогов у нас подходит под акцию, которая сейчас идёт как раз. А может быть участник какой-то акции, и он, может быть, забыл про акцию. Или рядышком премьер. Вы открыли распечатку, смотрите, у человека 138 баллов. И тут нечего даже думать, правильно? Звонить или не звонить. Просто мы понимаем, что ему всего 12 баллов до 150, и у него на кону почти 1000 рублей. И ещё скидка 50% и каталог премьер-клуба. Далее. У человека может быть новый уровень, близко. Я сегодня открыла распечатку, а Насте Таруфакиной до 6%, там буквально 22, что ли, баллы. Или 23, прям чуть больше 20 баллов. Я говорю, аааа, Настя. Но я уверена, что она знает, что она следит. Но есть у нас люди, которые не знают, как посмотреть, как следить. Они выходят на какие-то уровни, подходят к ним, подбираются, но не знают о том, что они могут упустить какую-то возможность, которая была так рядышком, так близко. То есть мы сначала подготавливаемся, что это за человек и о чём в приоритетах с ним поговорить. Согласитесь, с новичком мы не будем говорить о терминации, им это пока не светит. Мы с новичком не будем говорить об акции про тушь, правильно? Согласитесь, поставьте пятёрочки, кто меня понял. Если у человека терминация скоро, то мы с ним поговорим и про акцию с тушью, и про акцию со спа-коллекцией, и вообще про то, что под ним команда, сколько человек. Мы соберём полную информацию уже, чтобы привести весомые аргументы. Потому что если вы аргументируете свою речь, то, естественно, человек больше воспринимает не просто абстрактные слова, а конкретные цифры и перспективы. Вот это будет круто. Здесь всё понятно, да, ребятки? Молодцы. И, конечно же, вам в помощь распечатка. Особенно, вот кто начинает расти, у вас уже есть команды, вам нужно вот это видео, работа с инфолистом, пересмотреть внимательно, вникнуть, разобраться. Я вам по-простому объясню. Вот смотрите, открываю распечатку. Ну, сегодня прям кусочек скопировала, более-менее где-то так насыщенная ситуация. Первое, что я вижу, Патрина Валентина, 150 баллов. Ребят, есть какие-то претензии по этому вопросу? Нет. Ребят, есть какие-то претензии по этому вопросу? Акциозно он делает, я вижу, что под ним новички, то мы в этом каталоге можем поговорить уже, до конца каталога осталось ещё больше недели, об уровне каком? Естественно, 6%, правильно? Ну, как минимум, 6%. То есть, что мы смотрим? Вот мы собрали информацию, что групповые уже в этом каталоге почти, да, половину она сделала, почти половину. То есть, осталось ещё столько же усилий приложить, да, по рекрутингу поднажать. И тогда будет всё супер. Я также вижу, что вот по этим циферкам, видите, 30, это у Патрина её номер по глубине в моей распечатке. 31 пошли это те, кто под ней. То есть, под ней я вижу Патрин Андрей и Мельникова Ирина. То есть, две веточки пошли. И Лапина Ольга. То есть, у неё три человека записано под ней в первый уровень. О чём мне это говорит? Что либо она не понимает, как правильно строить структуру, либо это все её близкие родственники. Например, муж, там может быть мама, дочка. Да, то есть, мы понимаем, что в первый уровень мы записываем обязательно родственников. Если человек пишет всех подряд к себе в первый уровень, обратите внимание, для меня это сигнал, что она недопонимает, как правильно строить команды ветками, чтобы не распыляться. Ребята, вы это увидели? Все? Поставьте пятёрочки. Ой, плюсики поставьте. То есть, да, вот сразу первое, что я сделала, когда я ей буду звонить, ну, это будет звонить ей спонсор, я надеюсь, спонсор слушает, мы поговорим именно вот о том, да, что близко уровень 6% и именно этот рубеж нужно делать. Второе, мы поговорим о правильности построения структуры и мы поговорим о стартовой программе для новичков. То есть, как она им эту информацию интерпретирует, то есть, как она им доносит до новичков, то есть, сама-то она проходит шаги, то есть, она уже понимает, она уже первый набор получила, она знает, как сделать, то есть, как она эту информацию доносит до своих новичков. То есть, сейчас мы видим дальше ситуацию, какая, что на сегодняшний момент начислено 680 рублей по премьер-клубу, это за личный заказ 10% вернулось, и вернулось 3%, 175 рублей. То есть, мы вот эту сумму сейчас, поднажав и сделав 6%, можем увеличить где-то до 500 рублей примерно. Правильно? Поставьте пятерочки. То есть, да, о чем мы будем говорить? Что мы вот тут увеличиваем сумму, мы выходим на новый уровень и поднимаем команду, да, увеличиваем команду, и сейчас будет стоять задача вот с каждым из этих людей проработать стартовую программу и научить их рекрутировать, то есть, чтобы вот под ними появились уже цифры 32, 33, 34, под каждым пойдет. Ничего страшного, бывает, вначале напутали, всех подряд под себя записали, но теперь нужно выбрать тех, кто активный, и под ними вести ветки. То есть, вот я вижу, что активная Мельникова Ирина, то есть, сразу разместила заказ, и Патрин Андрей, то есть, да, но тут надо выяснить, сам он сделал, хочет включиться, или это было, как говорится, да, просто семейное развитие веточки. Понятно? То есть, вот для меня распечатка вот так вот работает. Я вижу дату. До 28 сентября Патрин Андрей может еще пройти первый шаг стартовой программы. То есть, время есть. Время есть, можно поднажать. Мельникова Ирина также до 28 сентября может пройти первый шаг стартовой программы. То есть, 37 баллов уже есть, осталось 63, да, и она также может включиться в программу со СПА, сделав, да, более 50 баллов в этом каталоге и в следующем также. И Лапину Ольгу мы также включаем в две программы. У нее до 2 октября квалификация. Мы включаем программу, в которой она получит первый шаг стартовой программы, да, может пройти всю программу, и СПА коллекцию. Тут все понятно. Спускаемся ниже. У нас есть Морозов Александр. Мы видим, что у него пробелы, 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 и в конце стоит десяточка. То есть, тут НК, это пропущенные каталоги. То есть, сколько каталогов он не размещал в заказ. Ребята, куда у нас этого Морозова можно отнести? Это спящий человек, да, и он может, разместив заказ на 35 баллов, получить сейчас тушь. А если сделать заказ на 50 баллов, то получит и тушь, и может участвовать в СПА-программе. Понятно? То есть, у нас человек, размещая один заказ, сразу успевает схватить несколько программ. Я еще не стала говорить вам про программу с парфюмами. То есть, если в этом каталоге 50 баллов делаешь, то в следующем два любых парфюма с огромной скидкой берешь. У нас идет акция с тушью. То есть, при заказе, не помню какую сумму, или просто при заказе балловом, у нас можно взять две туши с огромными скидками. Новинки, которые реально классные. Понятно? Поставьте плюсики. То есть, вот мы о чем будем говорить с Морозом? Мы с ним не будем говорить пока о премьер-клубе. У него нет команды. Мы видим, тут все пусто. Нет уровней, нет общих командных баллов. Под ним нет, скорее всего, людей. Я немножко обрезала вот эту часть. Не видно его номер личный. Самое главное, что мы его должны зацепить. Знаете, как рыбак. Ловит рыбку. То есть, главное, чтобы рыбка клюнула, заинтересовалась наживкой. И вы узнаете, что у вас есть несколько аргументов. И самый лучший метод работы – это картинки, визуализация. То есть, запишите себе правила. Когда вы работаете с такими людьми, неважно, акцию вы хотите продвинуть новичку, что-то интересное, разбудить спящего, то вы действуете всегда по методу трех касаний. Запишите, первое касание – это отправить на электронную почту. Письмо, развернутое, с подробными. Вы можете блок сделать какой-то красивый, с акциями. Или взять наш какой-то рабочий блок, отправить на ВИЧ своим людям сначала письмо. Убедились, что письмо ушло. Пишите смс-ку. Александр, привет, твой спонсор, да, или это менеджер Екатерина. Да, я отправила вам письмо. Почитайте, пожалуйста, перезвоню вам завтра или перезвоню вам вечером, чтобы разъяснить суть. Все. То есть, вы его оповестили, что у него на почте письмо. Почему это важно? Ребят, по статистике 80% людей в свою электронку заглядывают раз в год. И то, если им сказали, что надо заглянуть. Они ее создали, куда-то ее отправили и вообще про нее забыли. Бывает такое, что они даже пароли забывают. А вы думаете сидеть, что вы отправили 100 писем, их все прочитали, сейчас все 100 сделают заказы. Нет, надо постараться. СМС-ка должна быть интригующей. То есть, она должна заставить человека посмотреть. И он знает, что вы ему позвоните после того, как он посмотрит. И разъясните. То есть, у него есть время до вечера, чтобы посмотреть информацию. И следующий шаг, когда вы звоните и говорите, Александр, привет, вот как обещала, звоню. Скажи, ты посмотрел письмо в акцию в ник? Ты понял, что нужно сделать? Ты понял, что тебе нужно всего заказ на 35 баллов, ты жене подаришь супер тушь. Я не знаю, женат он или нет, но если это человек вашей команды, мы должны знать его ситуацию. То есть, у вас должно быть на него мини-досье, что это за человек. Есть ли у него жена, дети, или он студент вообще у него. Вы, значит, говорите маме или девушке подаришь. Может быть, сестра у него есть. То есть, сбор информации всегда должен приветствоваться. Ребятки, понятно? Напишите обратную связь, чтобы я понимала, что вы меня слушаете и вникаете в суть вот этой информации. То есть, это очень важно. Если вы умеете работать с людьми, да, вот тут говорить, я не умею с людьми работать, а тут нечего уметь. Тут всё просто. Вот она, чёткая структура, что вы должны сказать человеку. Какие ваши действия? Письмо отправили, смс-ку отправили, и звоните. Да, и говорите Александру. Александр, представляешь, у меня вот там, например, Вагин Валерий сделал заказ, он тоже в этом списке, а нет, Вагин не в этом, ну вот, Бондаренко, он тоже сделал заказ, получил тушь, представляешь, скинул фотки с счастливой жены, как он ей подарил, она там прыгала, визжала. Вообще так здорово, представляешь, тушь стоит 900 рублей, а ты её получишь бесплатно. И заказ-то нужно сделать всего лишь, в принципе, на такую же сумму. Да, 35 баллов – это где-то в районе 1000 рублей, по-моему, заказ. Может, чуть больше, 1000-1200. То есть, да, вы должны рассказать ему картинку, как будет счастлив человек, которому он подарит тушь. Если же это сама девушка, ну вот я просто не вижу таких примеров, то есть у нас должна вот тут стоять циферка 4. Вот если 4, 5, 6 и так далее стоит, значит, человек подходит под акцию с тушью. Вот, если вы чувствуете, что человек откликается, у него есть к этому интерес, вы это почувствуете по его вопросам, по голосу, по общению, сразу понятно, есть интерес или нет, правильно? Если вы чувствуете, что есть интерес, вы ему говорите, Александра, а можно вообще двух зайцев одним выстрелом убить? Хочешь? Расскажу ещё фишку. Я же тебе там скидывала картинку, ты видел про серию СПА, даже трёх зайцев. Рассказывайте про серию СПА, что можно 35, ну как бы, да, сделать, и ещё 15, ну поднажать немножечко, 50 в общей сложности, это будет вообще очень круто. Понимаете, да, ребят, к чему? То есть мы не можем сразу на человека всё вывалить, мы должны говорить и ждать обратной связи, мы должны говорить, задать вопрос и слушать обратную связь. То есть тот человек нам отвечает. Конечно же, для активных менеджеров обязательно условие – это обзавестись или безлимитной симкой какой-то, чтобы вы могли звонить и не переживать, что у вас там спишут 100, 200, 300 рублей, и вы потом в минуса уйдёте. Вы, конечно, должны об этом позаботиться. Или, когда вы знакомитесь с командой, вы себе по метке пишите, где вы с ним общаетесь, в Вайбере, в Ватсапе или в Скайпе. И всё. Вы можете ему позвонить, человеку сказать, слушай, выйди в Скайп, это срочно, это важно, я сейчас быстро тебе всё расскажу, это займёт буквально 3 минутки. Всё, ребят, это всё просто. Далее мы смотрим, вот тут буквка «Д» стоит, это значит, что это Лебедева Татьяна за что-то заблокировано, Антон за что-то заблокировано. Может быть, люди сами блок поставили, когда вошли в систему, посмотрели, ой, не моё, не моё, мало ли что, заказы заставляют делать. И быстренько свалили. Ну и ладно, да, ну фиг с ними. То есть, или их за что-то заблокировали, может быть, повторная регистрация. Всё, мы с ними уже не работаем. То есть, я один раз звоню, узнаю на горячей линии, почему заблокировали, потом я просто с человеком ещё раз созваниваюсь или списываюсь, объясняю, да, что у него стоит блок, мы продолжать сотрудничать не можем, потому что там он нарушил какие-то там правила. Или выясняю, почему он блок поставил. То есть, это уже как бы такое дело техники. Ребятки, тут всё понятно. Поставьте семёрочки. То есть, вы прорабатываете распечатку. Перед этим вы смотрите ролик, как работает с инфолистом подробненько. Выясняете сильные стороны человека, слабые, где вы ему можете помочь, что подсказать, на что его ориентировать. В принципе, вариантов не так много. Поэтому я думаю, что когда вы будете повторять опыт каждый каталог по многу раз, то у вас это сформируется, очень прекрасный навык общения с командой. Меня вот эти акции здорово восхитили. Я прям каждый день обзваниваю очень много людей, много реанимированных. Мы уже, ребят, вместе 18 человек реактивировали. Ещё будут очень многие размещать заказы, собирают, каталоги попросили. Скинула каталоги. То есть, пишу, общаюсь, созваниваюсь. Мне эта работа очень нравится. Честно говоря, давно так не работала в таком темпе. Но это настолько действительно подняло команду. У нас идёт хороший сейчас прирост по сравнению с прошлым каталогом. То есть, прям мы молодцы. Так, ой, леснула слайд рано. Что мы делаем? Мы звоним. Если вы первый раз с человеком общаетесь, конечно же, да, познакомиться нужно. Если вы уже раньше общались, вы звоните. Александр, привет! Это Лилия Донского. Узнал меня? Помнишь? Ну, отлично. И дальше вы уже по плану общаетесь. Обязательно, да, я спрашиваю. Александр, я звоню буквально на 2-3 минутки. Сейчас удобно говорить. То есть, это очень важно. Вот. Мостик доверия вы должны сформировать ещё изначально с первого звонка. То есть, что такое мостик доверия, ребят? Как вы понимаете? Кто как понимает этот мостик доверия? Я могу привести несколько факторов. Первый фактор, то что вы пунктуальны, да. То есть, вы пообещали позвонить сегодня вечером, вы звоните сегодня вечером. Второй, когда вы разговариваете впервые с человеком, вы ему доверяете что-то о себе. То есть, вы рассказываете свою историю прихода в компанию, кем вы были, немножечко о себе, о своей семье, о своих успехах. То есть, да, вы создаёте мостик доверия, то есть, вы открываетесь перед человеком, и далее, да, вы получаете обратную связь. То есть, обязательно. То есть, если вы открылись, человек вам тоже откроется, ну, по мере того, конечно, насколько он способен это сделать. Миш, принеси мне, пожалуйста, воды, если слышишь. Я её донесла до коридора и там оставила. Далее. Сформировали мостик доверия. Далее вопрос по цели и разъяснение. То есть, если это новичок, вы ему говорите, я звоню познакомиться, да, и вести вас в курс дела. Если это человек уже, который там не размещал заказы давно, вы говорите ему, что я звоню рассказать тебе о новых акциях. Если человек немножко не хватает про премьер-клуб, до премьера, вы ему до премьер-клуба объясняете, как доделать, и что он в результате получит, вы тут должны разжевать в цифрах. То есть, вы должны владеть информацией, посмотрите примеры других участников премьер-клуба вашей команды и просто покажите ему, насколько это выгодно. Вы знаете, у меня одна дамочка, это моя знакомая, она не такая близкая, но есть просто, где-то мы пересекались по жизни. Она сама, в принципе, просилась в проект и один раз она сделала большой заказ. Ну, почти 150. Я ей позвонила и долго-долго объясняла, что такое, 150 баллов, и насколько это выгодно. И вы представляете, насколько ей это все понравилось, что она теперь каждый каталог в премьер-клубе. Тьфу-тьфу-тьфу! У нее еще под ней команда большая, 12%, она сама не работает с командой по рекрутингу. Вы представляете, что она получает премию, вот в прошлом каталоге она, у нее никто не откусил даже, она получила 12% премию со всей команды. Она такая радостная, она теперь в первые дни каталога скидывается раз заказ на 150 баллов. Да, я думаю, что она счастлива, потому что у нее огромный, она заказ получает вообще за копейки. Такой огромный заказ. То есть, все вы проговариваете. Если это новый уровень или подтверждение какой-то квалификации, поездку в Болгарию раскручивать, то есть, если вы увидите, что потенциал есть, например, человек горел, Наташа Григорьева. Было время, горела, работала, рекрутировала, потом остановка. Я могу тебе позвонить, Наташа сказать, Наташка, прикинь, Болгария, новый вызов от компании. Ты вообще-то была в Болгарии? А хотела бы на халяву съездить? Наташка такая раз, 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 и внутри начинает разгораться маленький фитилечек. Он может разгореться, может нет, но чем большему количеству людей вы эту информацию даете, тем больше вероятность, что кто-то из них загорится. Если вы одному расскажете, может быть, не попали, это не он. Это как, знаете, в билет на ЕГЭ. Говорят, что это как лотерея, повезет, не повезет. Бывают простые вопросы, бывают сложные. То же самое и здесь. Например, Наталья рассказала, она не сгорелась. А Катя ничего не рассказала, она чуть-чуть загорелась, но делать не стала. Катя Соскова рассказала, она взорвалась, да, и пошла и поехала в Болгарию. То есть всякое бывает, вы должны проанализировать свою распечатку, посмотреть, кому надо это говорить, кому, в принципе, это до фени, до полной фени. И есть люди, которые наступят на терминацию. Тоже обидно, да, терять людей. Они же все равно где-то покупают продукцию. Ну не может такого быть, чтобы они не пользовались. У меня одна девочка пишет, я ей звоню, она не берет трубку. Я ей пишу, Маша, Маша ее зовут, Маша, я тебе раззвоню, ну не просто так, да, просто поболтать. Действительно, я переживаю, что ты сейчас потеряешь группу, потеряешь возможность такой продолжать бизнес. Я понимаю, что сейчас, именно сейчас, у тебя нет возможности там по времени, у тебя нет денег, у тебя слабый интернет, но ведь все может поменяться. Под тобой уже есть команда, уже команда, она уже делает там актив, есть актив, я с людьми работаю, я рекрутирую. Понимаешь, то есть ты в течение вот этих двух недель не сделаешь заказа, любого заказа, то ты просто вылетаешь, все, у тебя уже стоит цифра к 4, ты идешь на вылет. Она мне пишет, у меня нет денег, просто, да, одной фразой, у меня нет денег. Я ей пишу, Маш, вот скажи честно, вот 3 месяца прошло, 3 месяца, ты за эти 3 месяца ни разу не была в магазине, ни разу не купила кусок мыла, пасту или шампунь, вот честно, ну конечно покупала. Я говорю, так вот речь идет о том, что сейчас активируй номер, просто, у тебя может быть через 2 месяца изменится ситуация в жизни, или через полгода, и ты потом будешь локти кусать, ну не укусишь. Я говорю, ты понимаешь это или нет? Я говорю, мне не все равно, ты пришла ко мне, на тебя время потратила, я не хочу, чтобы ты вылетала, а тебе все равно на тебя. И скинула ей ролик, который записал Катя Бахаева, про то, что вам стыдно показывать каталоги, вам стыдно это делать. Ну, не знаю, она мне пока ничего не ответила, но, по крайней мере, я попыталась, да, сделать все по максимуму, чтобы человека включить. Нет и нет, да, может это дохляк, я не буду убиваться из-за этого, там не знаю как сильно, плакать, страдать, или брошу работу. Нет, конечно, но я делаю всегда по максимуму, все, что могу, чтобы человек включился. То есть, это наша с вами задача, включить человека в этот активный процесс. Ребята, вот здесь есть вопросы по разъяснениям? если вопросов нет, поставьте плюсики, а я водички себе принесу. все понятно, да, молодцы. Далее вы должны уточнение произвести. То есть, ваша задача убедиться, что человек понял все, акции, сколько ему надо сделать, что ему это даст, что ему тушь сразу положит, а спа он получит только в 15 каталоге, что духи он выпишет уже в следующем, в 14-м, любые двое. То, что тушь он может в этом же заказе включить одну по длинному коду, одну по короткому, да, чтобы прошло со скидкой. То есть, вы должны понять на 100% что человек все понял. Я во время разговора сразу говорю, если человек говорит, я письмо не смогла открыть, я не получила, да, у меня ничего нету. Я говорю, слушай, окей, давай так, ты сейчас где? Вконтакте, в Одноклассниках, мы где с тобой общаемся? Там-то. Супер. А, по длинному 2 надо заказать, точно. Да, и человек говорит, я Вконтакте, давайте сейчас Вконтакте картинки поскидываю с акциями, чтобы у тебя визуально были, о чем мы говорим. Я тут же быстро скидываю, потому что все акции я, уже сейчас, например, я начинаю, я создала папку 14 каталог, и туда складываю полезную информацию по 14 каталогу. До этого я в 13 уже все сложила, картинки, акции, что-то новенькое появляется, я туда добавляю. Да, мы, кстати, можем сейчас говорить про распродажи, она будет идти до 28 сентября. То есть мы об этом, обо всем говорим с вами, просто потому, что это реально важная, полезная информация. И человек включится, кто-то на распродажи клюнет, кто-то на Болгарию, кто-то на что. То есть ваша задача уточнить. Сейчас я вам приведу интересные факты. В принципе, я про них уже вам рассказала. Вот смотрите, если человек включился в эту акцию, то он у вас будет активный один каталог. Правильно? То есть он сделал заказ на 35 баллов, тушь получил, и опять пропал. До следующей какой-то бомбы, которая ему по силам. Если вы человека включили в эту акцию, то он с вами будет как минимум 3 каталога. Почему, ребят? Ну смотрите, он в 13-м сделает заказ на сколько баллов? На 50. В 14-м ему нужно тоже сделать на 50. А в 15-м на 10, чтобы забрать набор. Понимаете? То есть чтобы весь этот гигантский набор получить по акции за 299 рублей вместо 3 990, он будет с вами как минимум 3 каталога. Как вы думаете, за 3 каталога он может втянуться в процесс? Вы с ним утепляетесь, вы его хвалите, вы говорите, молодец, молодец, молодец. Ты уже начала заказ собирать по следующему каталогу. Умничка, смотри, всего 50 баллов. Ты так легко с этим справилась. Я тобой угоржусь. Слушай, да ты вообще умняшка. Ты когда пришла, я сразу поняла, что ты супер просто девчонка. И можете уже поговорить о том, почему человек не включился в бизнес. Вы знаете, очень часто после таких акций, когда человек огребает целую сумку подарков, они более тёпленькие становятся. С удовольствием начинает общаться, и в результате вы можете получить бизнес-партнёры. Вы знаете, я очень долго была вот таким акционным человеком. То есть, я люблю подарки, наверное, вы заметили. я участвую во всех акциях. Для меня это вызов, для меня это интерес, для меня это, как, знаете, взять новую высоту. Цель есть, я к ней иду. То есть, мне это вообще в кайф. Вы знаете, вот я с этих акций настолько влюбилась в Арифлейм, потому что это настолько приятно, настолько получать даром, буквально, да, с такие маленькие усилия. Поэтому ваша задача, ребят, включить не вот в первую акцию только, да, это как наживочка, клюнула рыбка, клюнула вот на эту. Если чувствуете, что пошло, да, тепло идёт, обратная связь есть, продолжайте, продолжайте, рассказывайте вот про эту акцию. Добавьте сюда ещё потом с парфюмами, если, а ты парфюмы любишь, а что ты брала в Арифлейм, какой у тебя любимый аромат? И показывайте картинку, где у нас ароматы. Наверняка она у вас тоже есть, я забыла сюда добавить. То есть это вот для вас, как говорится, вот такой вот рецептик, как человека включить. Далее у вас должна быть с ним договорённость, то есть где вы с ним, там с новичком переходите в скайп, находитесь в соцсетях, о чём вы договариваете, о размещении заказа. Актуально с новичком сейчас поговорить о том, что если он делает заказ в первые сутки, то он получает бесплатную регистрацию. Актуально. Актуально говорить об акциях, всегда актуально. О тренингах, если бы пошла речь о бизнесе, то что он готов, хочет зарабатывать 30 тысяч, вы его спрашиваете, ну вы понимаете, что если вы учиться не будете, то ни о каких 30 тысячах речи не может. Он говорит, да, я это понимаю. Тогда я вас приглашаю на все наши семинары, тренинги. вы можете посещать с 10 утра до примерно, да, до 11 минут, 20-12 мы заканчиваем. Вот. Если человек говорит да или нет, то всё отлично, да, мы с ним говорим. Мы говорим об обучении в школе, о том, что это надо в темпе делать, не растягивать удовольствие на длинные годы. И о квалификациях, то есть чёткие, подробные инструкции. Ребятки, есть вопросы по теме, кстати, я не завершила, что ещё должна быть договорённость о следующем звонке. То есть, если это новичок, то обязательно договориться, когда вы с ним ещё будете связываться, каким образом. Мне нравится очень фраза, я говорю новичкам, что вы знаете, мы отвечаем за ваше обучение. В течение 21 дня я буду вас плотно сопровождать. Давайте с вами договоримся, как вам удобнее, созваниваться каждый день или раз в два дня. Он сам должен определить, в какое время мы будем созваниваться. Где? По телефону, допустим, это невыгодно, ну как бы нерентабельно. В скайп. У вас скайп есть? Нет? Можете установить скайп? Почему скайп рекомендую? Чтобы если какие-то загвоздки по обучению возникнут, сразу помочь человеку через показ экрана. Понятно, да? Вот. И очень важный рецепт, кто же вам сейчас его дам, потому что первый блок я закончила. Приглашение знакомых на бизнес в свою команду. Вот смотрите. Ребятки, это настолько сейчас тема важная, она не то, что наболевшая, просто мы как бы ее немножечко задвинули на задний план. вообще, если честно, то вот эта вот тема работать со знакомыми, она должна стоять на первом плане. Если вы в своих командах будете это продвигать, то у вас все будет круто. Вот смотрите. Первый шаг, который нужно сделать прямо с новичком, прямо как только вы с ним поговорили, и он сказал, что да, я хочу 30 тысяч, я хочу быстро, я готов начать действовать прямо сейчас. То есть вы ему задаете вопросы, он отвечает, да, я готов. Мы с ним договариваемся сразу вместе писать список знакомых. То есть вы, в принципе, с себя начните, напишите список, начните звонить по этому методу, тогда вы сможете любого научить человека делать то же самое. Но главное, не решаем за людей, потому что наша задача проинформировать всех, они сами выберут, что им нужно. Вот такую табличку можно создать. То есть вы пишете, там Петров, сосед снизу, его контакт, результат, о чем договорились. Здесь можно написать, там вайбере ждет звонка. То есть если вы работаете с новичком плотненько, то лучше создать в гугле табличку, где он составит такой списочек и будет у нас с ним еще графа, где мы договорились созвониться и результат там, регистрация. То есть можно добавлять столбиков сколько угодно. Написали список, начинаете прозванивать. Каким образом? Ноль информации. Ноль. Ноль это значит ноль. Как я рекомендую делать? Как я учу? Привет, у тебя есть минутка? Я тебе по делу звоню. Да. Скажи, тебе интересен дополнительный доход? Да. Что нужно делать? Слушай, отлично. Я сейчас занята, я просто тебе дам информацию. Тебе позвонит моя знакомая, ее зовут так-то-так-то. Она набирает людей на неполный день работы. Сама тебе все расскажет, если ты подойдешь и тут вы выделяете фразу «то, может быть, возьмет». Почему эта фраза важная? Ребята, вот прям перепишите себе под копирочку. Четкий разговор. Привет, у тебя есть минутка? Я тебе по делу звоню. Да. Скажи, тебе интересен дополнительный доход? Да. Что нужно делать? Обычно люди спрашивают. Отлично, тогда тебе позвоните. Сегодня моя знакомая, ее зовут Екатерина, ничего, ладно? Она набирает людей на неполный рабочий день. Сама тебе все расскажет. И если ты подойдешь, то, может быть, возьмет. Все. Они говорят, смотря какой ты. отлично, тогда тебе позвонит моя знакомая. Она набирает людей на неполный день работы и сама тебе все расскажет. Если ты подойдешь, то, может быть, возьмет. Почему эта фраза важная? Просто порой люди бывают заносчивые, позвонит, набирает. Да я еще, может, не пойду. Вот эта фраза, она ставит человек на место, поднимает ценность сообщения. И он уже, когда будет ждать звонка от вашего спонсора, от наставника, то он уже будет относиться к этому серьезно. Будет звонить работодатель, возьмет, не возьмет. То есть, ребят, вам больше ничего говорить не нужно. Вот это сообщение, в принципе, за 15 секунд все можно проговорить. И далее мы спрашиваем, ты где я есть? В Вайбере, в Ватсапе, в Скайпе? Где удобнее будет пообщаться? Все. И говорит, все окей, жди, она тебе сегодня позвонит. Можно уточнить, в какое время тебе удобно, чтобы не было такого, что она тебе позвонит, а ты скажешь, ой, я не могу говорить, потому что она человек занятой. Все. Ваша задача уйти от всех разъяснений. Если человек начинает вас пытать, скажи, я не могу тебе сказать, просто потому что я не владею информацией. Что я тебе скажу? Просто знаю, что человек хороший, надежный. Я и сама попозже пойду, потому что, да, просто она меня спросила, люди нужны, может быть, кто-то, да, может, есть кто-то. Я сказала, что я попробую, пообещала, просто тебе звоню, знаю, что ты активная, что тебе все время деньги нужны, ты любишь модничать, так далее, что, какие проблемы нужны, я твой телефончик сейчас ей дам. Сама тебе позвонить, чтобы ты деньги не тратила, и все. То есть, ребят, будьте той же, как проводником, спокойно, уверенно. Вопросы есть по этому блоку? Вот. Три предложения, больше ничего не нужно говорить. Три-четыре предложения вы должны уложиться строго в одну минуту. И вы обязательно уложитесь. Благодаря такому простому тексту вы можете уже общаться с кем угодно. Если человек говорит, так, я есть там-то, там-то, вы записываете логин, скайп, на каком телефоне он в WhatsApp, на этом или на другом, записываете в табличку сами своего новичка, нашу табличку, и мы с ним связываемся. Ребят, все. Поставьте плюсики, кто понял, как приглашать знакомых на собеседование к нашим менеджерам. Вы можете конкретно со спонсором договориться. Например, у вас спонсор, вы знаете, например, Труфакин Настя, может договориться конкретно со Светой Гагариной. Свет, можно я прям к тебе конкретно буду направлять людей. чтобы ссылаться, да, на конкретного человека, что тебе позвонит моя знакомая, ее зовут Светлана Гагарина, она набирает людей, сама тебе все расскажет, если подойдешь, то, может быть, возьмет. Ребят, ну, это индивидуально, вы можете сами сообразить, как сделать. Я вам даю скелет, а уж мясо там сами навешивайте. Хорошо? Все, спасибо. И вот я хочу завершить чем. Главное, вы должны быть позитивными, независимо от того, что вам ответил знакомый. То есть, поблагодарите его за возможность познакомиться с новым направлением в бизнесе и просите рекомендации. Вы знаете, у меня много раз такое было, что я проводила встречи, человек мне говорит, ой, это не мое, я не готов сейчас этим заниматься, у меня другие приоритеты, ценности, то есть, я понимаю, что здесь надо вкладываться, я вижу, что дело интересное, может быть чуть позже, но не сейчас. Я говорю, кого ты мне можешь рекомендовать, кому нужно здесь сейчас, по твоему мнению, есть люди, которые у тебя в твоем окружении не лежебойки, которые лежат и ждут неизвестно чего, а конкретно, да, интересные товарищи, которые ищут постоянно новые возможности заработка, увеличение дохода, перспективы, карьеры и так далее. Ребята, даются с удовольствием рекомендации, прямо с удовольствием. На этом наш семинар закончен. Друзья, если есть вопросы, пишите в чате. Я вам желаю мощных регистраций каждый день, чтобы пошел поток вашей команды, чтобы каждый каталог вы выявляли в команде ключевых партнеров. Много, достаточно много, чтобы быстро расти по карьерной лестнице. Внесите вот эту информацию в мир, что Арифлейм это круто, что здесь можно в корне просто изменить всю свою жизнь, сделать ее насыщенной, качественной, интересной и тому доказательство, что мы уже завтра ночью стартуем. Уезжаем, уезжаем. Мы в Сочи, завтра или сегодня ночью, подождите. Информацию поменяли, что мы раньше вылетаем, быстрее в Сочи прилетим. Все, ребят, желаю вам супер вообще бизнеса, классного. И до новых встреч в наших тренингах, семинарах. Всего доброго вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok